МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и вновь давайте перенесёмся в страну восходящего солнца, в Японию, где в последнее время происходит что-то забавное и интересное. 33-летний, значит, японец Шурав Ишида, наверное, вот так вот, нашёл необычный способ решить проблему с жильём и экономить денег на аренде. Да, и уволившись с работы, Ишида распродал все вещи, кроме необходимых, которые положил в рюкзак и начал путешествовать по Японии. Свои сбережения мужчина тратил на жильё, которое в списке расходов всегда стояло на первом месте по стоимости. Так, да, значит, молодой человек придумал гениальный способ получить бесплатную крышу над головой. Каждый день Ишида стоит в людных местах с плакатом, на котором написано «Пожалуйста, позвольте мне остаться у вас на ночь». Я думаю, что таким примером и таким вообще способом многие сейчас решатся воспользоваться. Особенно одинокие мужчины и одинокие женщины. Да, и всегда находится добрый человек, который готов приютить мужчину. В основном его пускают одинокие люди, которым не с кем поговорить. И если за весь день Ишиду никто не предлагает временный приют, он связывается с людьми, у которых уже ночевал ранее. Некоторые считают молодого человека другом и пускают к себе даже на несколько дней. Да, а по словам мужчины, это захватывающий способ поиска ночлега. Однако более увлекательной частью такого опыта для него является историей каждого хозяина квартиры. Это похоже на чтение разных романов каждый вечер. И это никогда не надо, ребят, поделился Ишиду. А на самом деле позиция вот этого Ишиды, там его самого, вызвала... Паразитическая? Честно, да. Ну, типа, ну, типа, ну, как-то, ну, вообще, ну, как-то не очень. Ну, вот поэтому его многие не поддерживают. Вот, да, и это вот вообще, вот его позиция, собственно, вызвала много критики в социальных сетях. Я, как бы, немножко даже поддерживаю. Пользователи считают, что он полагается на доброту людей, использует их вместо того, чтобы просто найти работу. Блин, согласны с ним. Да, но в чем-то они, конечно, правы. Я знаю, что Даш, такой мужчине бы не понравился. Абсолютно нет, конечно. Он с ним ходит ночевать, да? Да, да. Чтобы не платить за аренду. Да, вот нет, я тебе могу успокоить, он перед этим развелся. А, ну, хорошо, хоть так. Просто один, да. И несмотря на то, что сбережений остается все меньше и меньше, Ишиды не планируют возвращаться на работу. Вот, видишь, какой. Вместо этого он ищет способ накопить еще немного денег, чтобы продолжить путешествовать по Японии и вести такой образ жизни. Вот как научиться, да, так жить? Взять узелок и уйти в неизвестном направлении. Да, да, да. Не променяй это. Да. Нет, с одной стороны, зато у него богатый жизненный опыт. Ну, хотя бы на словах он. Он же, помнишь, каждый день как прочитанная книга, понимаешь, что он делает? Это же интересно. Знаешь, почему? Потому что каждый хозяин жилья, хозяин квартиры, рассказывает ему свою жизнь. Ну, знаешь, с таким же успехом, с таким же успехом, я думаю, можно присесть на лавочку к бабушкам и тоже послушать кучу историй. Нет, ну куча историй – это сплетни. А это из опыта собственной жизни, знаешь, вы хозяина, любого хозяина, понимаешь? Мне кажется, это очень... Не знаю. Это очень хорошо. А ты понимаешь, что, в принципе, вот многие писатели, они же не работают руками, скажем, да, ничего не делают? И может быть, это большой будет опыт для него, может быть, он станет писателем, а потом все эти истории вылезут. Все понятно, Жан. Я вот смотрю на вот эту елочку. Это вкусная елочка, да, или... Это какая-то зефирная елочка? Она давно здесь стоит? Она, кажется, пенопластовая. Она зефирная, тут нам подсказывают. Ой, так, давайте, пока я ее не съела, да, мне нужно срочно переключиться. Давайте переключимся на рекламу. Давайте на рекламу. Реклама на канале Алматы. Ну что ж, а мы продолжаем. Смотрите, целехонький, целехонький. Я старалась, я держусь. Она не съела к нему, но это я не обещаю вам после передачи. Да, потому что мы не точно его не брали. Ну что ж, дорогие друзья, пока мы смотрели с вами рекламу, к нам присоединился тренер тела, духа и баланса Эльдар Эквилибус. Эльдар, доброе утро. Сейчас будем дышать или еще что-то делать. Ох, вам там жарко. Доброе утро, доброе утро. Да, я на самом деле собрался сейчас пойти на улицу и полежать в ванне в холодной минут пять. Вот такой план был. В таком виде пойдете? Мне хорошо, да. Вот они те самые люди, которые в такую погоду идут, которые не укутываются в пледик, не надевают. Я их назвал сверхлюди, сверхчеловеки. Сверхчеловеки, вот они здесь. Нет, вы правда на пять минут пойдете в холодную ванну? Да, да, я запишу видео, потом покажу. Давайте, давайте, будем очень сильно ждать. Отмечу вас, да. Почему сегодня у нас на улице, Эльдар? Судя по всему, что-то об утренней энергии, да, утреннего яркого пробуждения или нет? Вообще, мы в прошлый раз затронули тему стоп. Я хотел бы чуть-чуть еще продолжить эту историю, потому что мы закончили тогда на аппликаторе Кузнецова. И в силу, так скажем, сегодняшних событий стоп наших людей, они очень сильно деформированы у всех. И, может быть, заметили, что вот эта внутренняя косточка стопы у всех торчит, у всех выпирает. И я заметил, что положение пальцев очень суженное из-за того, что обувь сама сужает пальцы, а эта, на минуточку, влияет. Да, да, а эта, на минуточку, влияет не просто на стопу, это влияет на осанку, это даже на прикус влияет. Вот, знали ли вы об этом? Ну, это болезнь, Эльдар, это болезнь женская, это участвует у женщин, у мужчин нет такого. Ну, у женщин, да, включается. У мужчин тоже наблюдается, тоже наблюдается. То есть я, как бы, обращаю внимание, поэтому вот хотел бы эту историю вот немножечко развеять, сказать, что делать с этим. Давайте, вот что делать, потому что, ну, например, ну, далеко не надо ходить, скорее всего, у меня тоже будет, потому что у всех женщин моего поколения такое было. Вы же хоть и на каблуках по этому. Ну, во-первых, во-первых, нужно выбирать обувь, у которой пальцы будут свободные, то есть они не будут сжаты, это во-первых. Во-вторых, носки, то же самое, нужно выбирать носки, которые не сжимают пальцы, это второй момент. Я вообще ношу носки, у которых каждый палец, ну, я назову, в домике отдельно, в общем, сидит. Ну, да. Как перчатки. Очень хорошо. Я такие видел носки, носки-перчатки. Да-да-да. Да-да-да. Вот. Потом следующий момент, вот у меня есть вот такой вот ролл от балансборда, очень хорошо по нему ходить. Прям ставить ноги, прям вот раскатывать, ходить, 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 очень хорошее вот полезное упражнение. Раскатывает плоскостопие. У меня просто у самого было плоскостопие, и, ну, достаточно такая плохая ситуация была, я его раскатал, и у меня сейчас стопа в очень хорошем состоянии, поэтому я это прям всем рассказываю, всем рекомендую. А можно я вас на секунду перебью? То есть это можно делать в любом возрасте, если плоскостопие? Да, да. То есть это, ну, можно в любом возрасте выправить, и нет проблем в этом вообще. Ну, то есть, главное заниматься, главное каждый день это делать, и еще упражнения выполнять дополнительно. То есть можно еще мячик прокатывать, и можно еще вот этот же мячик. Нет, нет, только не пропадайте. Нет, я примерно могу понять, что вот этот мячик, да. Ну, даже если даже Эльдар пропал, в целом мы поняли, что нужно прокатывать. Да, для большого, даже мячик для большого тенниса тоже пригодится. Ага. Ой, неужели, ну, все, пропало соединение. Я вижу что-то. Это все снег. А снег сейчас идет? Снег идет. А снег идет. Это все не снег. Ладно, я предлагаю тогда перейти к нашему гостю, рад, что такое произошло. Надеюсь, гостья наша готова. Сегодня день вообще футуролога, естественно. Семьерный день футуролога. Ё-моё, да, и сегодня, конечно же, в нашей студии психолог, нумеролог и футуролог. Кто? Женщина. Анна Горюнова. У-ху-ху. Анна, проходите, пожалуйста, к нам в студию. Оп. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Очень рада. Далее. Присаживайтесь. Необычная какая-то музыка, если честно. Чуть-чуть этот, не моего формата. Ну ладно, хорошо. Ты под нее хорошо. Я и так умею. Анна, футуролог. Нумеролог я знаю, что такое. Нумерологов люблю, к нумерологам прислушиваюсь. Очень часто делаю предновогодние разборы, чтобы знать, к чему готовиться на следующий год, как компенсировать какие-то состояния и так далее. А футуролог... Можно я попробую угадать? Футуролог это, в принципе, тот человек, который заглядывает в будущее, да? Футуристы были, помните, вот как футуристы называли, да? Такого, да? А присядьте ближе, а то что-то... Что-то такое? Вот так, о, 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 вот. А то вы же совсем что-то далеко. Ближе, но не сильно близко, да? Да, но не сильно. Личные границы. Ну так что же это футуролог такой, точнее? Футуролог это тот, кто исследует и прогнозирует будущее. Абсолютно верно. Но исследует не с точки зрения карт Таро, да? А исследует с точки зрения тех тенденций в мире, развития, то, к чему мы движемся. Это напоминает гадание цыганок, которые... Ну, не совсем. Тебя ждет там кто-то, кто-то, кто-то по руке, нет? Не совсем. Их нельзя назвать футурологами, нет? Это наука, научный подход, зачастую в основе которой лежит физика, квантовая физика, теория вероятности. И когда мы способны системно подойти, то есть все элементы меняющегося мира... Сопоставить. Сопоставить, да. Да, и увидеть тенденции, к чему мы движемся. Ага, то есть это не про конкретно взятого человека, а это больше про государство. Глобальное такое, да? А на самом деле оно и так, и так работает. То есть мы можем смотреть и через призму конкретного развития конкретной личности, и в целом развития системы человечества. Хорошо. Боюсь, конечно, спрашивать, но с современными вот этими вот всякими историями, да? Но в любом случае, давайте о хорошем. Что ожидает Казахстан в 2025 году? Скоро же реально уже Новый год, уже пора говорить про 2025. Либо глобально. Чуть-чуть про Казахстан, и уже дальше про глобально. Что ожидает мир? Ну, на самом деле, если говорить с точки зрения нумерологии, потому что я сделала расчет на 2025 год, вот, и 2025 год достаточно необычный. Да сколько же можно, они все очень сильно какие-то сюрпризами, ну да ладно. Годник, а всегда необычный бывает, да? Необычный, да, неоднозначный. От каждого из нас зависит, как мы зайдем в 2025 год, насколько мы сможем его сделать своей силой или испытанием. Потому что про что 2025 год? 2025 год про встречу с собой настоящим, про распаковку активирования собственной силы, то есть когда приходит время снимать маски, когда пришло время перестать казаться, да, а нужно быть. Да, и почему я говорю, что время непростое, те, кто готов, те, кто осознан, это может быть время, когда мы, ну, немножко мистики, да, добавлю. Добавляйте, добавляйте. Потому что помимо науки мы еще мистику добавим. То есть для тех, кто осознан, возможно, 2025 год будет годом, когда мы почувствуем связь со своей душой, со своими прошлыми воплощениями. То есть для нас станет откровением вообще, для чего мы сюда пришли, что мы здесь проживаем, какие испытания мы проходим, в чем моя сила, какое мое место в системе, какова моя роль. На самом деле такие актуальные вопросы у каждого в душе, мне кажется. Да, но на самом деле мы можем туда попасть, если мы выйдем за границы привычных рамок, то есть стереотипов мышления, шаблонов. И для тех, кто, к сожалению, не готов выйти за эти шаблоны, стереотипы, рамки, маски, как я уже проговорила, для тех это будет, к сожалению, год очень сильных испытаний. Потому что эти рамки, которые были неочевидны, станут очевидными. То есть есть вероятность, что мы будем проживать, насколько это давит на нас. То есть эти рамки могут превратиться в состояние внутренней тюрьмы. А еще, к сожалению, есть опасность. Мы заходим в 2025 год по энергии мудреца-отшельника. Еще и рамки. То есть это может быть либо снова какая-нибудь пандемия, где каждого из нас посадят и закроют дома. Либо же... Это в формате мира, да, уже всего говорили? В формате мира, да. Но что такое футурология? Это не что-то неизбежное, а что мы можем на самом деле скорректировать. То есть мы прогнозируем не для того, чтобы просто смириться с текущим положением вещей, а для того, чтобы мы понимали, где та точка приложения, где мы можем пойти немножко другим путем. И как раз-таки для нас, очень вовремя, я думаю, даже эта передача, да, сейчас эфир, потому что год завершается. И год 2024 был кармический. То есть для нас возможность не просто бегать за подарками, покупать одежду, накрывать стол, заботиться о праздновании, а все-таки осознанно смотреть в этот последний месяц. То есть, возможно, что меня держит, какие страхи, блоки и программы еще пока на меня влияют, которые мешают мне войти в собственную силу. Анна, Анна, давайте вот сейчас появилось очень много технологий, искусственный интеллект развивается. Вот в связи с появлением вот этих новых как бы наук или направлений, да, как вы думаете, вообще грозит тому, что некоторые профессии исчезнут вообще? Вот как вы думаете? На самом деле, да, я именно об искусственном интеллекте хотела поднять тему, если с точки зрения футурологии, потому что мы пока живем в иллюзии внешнего врага, я имею в виду политических игр, борьбы за власть, но истинный наш враг, да, или конкурент на сегодняшний день – это искусственный интеллект. Причем буквально две недели назад были проведены исследования в Америке, в Стэнфорде, называется симулякровый эксперимент, когда искусственный интеллект исследовал поведение человека. И самое пугающее в нем то, что искусственный интеллект научился на 90% прогнозировать поведение человека. То есть если раньше мы могли говорить о том, что искусственный интеллект – это машина, если мы развиваем эмоциональный интеллект, мы можем как-то конкурировать, то сейчас искусственный интеллект, даже эмоциональный интеллект человека уже может спрогнозировать. И поэтому, что такое человек будущего? Или в каком случае мы можем быть конкурентоспособными в современном мире с искусственным интеллектом? Наша задача с вами – выйти из линейного мышления в матричное мышление. Если раньше было модно работать с родом, с родовыми программами, и это, возможно, нам помогало как-то выходить на новый уровень, то сейчас это работа с мозгом. То есть что имеется в виду? Мы, наверное, знаем, слышали, что у человека бывает ведущая левая полушария, правая полушария. То есть человек – интеллект, знаковая система или интуитивная, творческая. На самом деле нам сейчас нужно развивать и правое, и левое полушария. То есть если мы живем через одно полушарие, мыслим, воспринимаем мир – это линейное восприятие мира. Линейность искусственный интеллект очень быстро просчитывает. Линейность – это еще застревание в определенных, вот с чего мы начали, стереотипах. Вот мы ходим определенной дорогой, вот мы привыкли, что мир устроен так. Мужчина – это такой образ, женщина – это другой образ. И мы застреваем в своих ментальных конструкциях о том, как устроен мир, кто я в этом мире. И, к сожалению, это прогнозируемо. Что такое матричное мышление? То есть когда я чувствую, я делаю, как чувствую, живу, как… Как хочу, как чувствую, да, все вот через… Да, то есть когда мы правое и левое полушария соединяем. Что такое матричное мышление? То есть когда мы способны мыслить системно. Почему мы начали даже с тему системы, системность. И человек будущего – это тот, кто сможет раскрыть этот новый уровень сознания. Поэтому сейчас появляются различные инструментарии, техники, возможности, которые будут развивать. И второе очень важное для человека будущего, потому что не будем говорить о плохом, да, лучше сказать о хорошем, имеется в виду, что нам нужно развить в себе, чтобы мы были конкурентноспособными. Есть такое понятие в науке, как серендипность. В первый раз слышу такое слово. Как сейчас повторите? Серендипность. Серендипность? Интересно. Серендипность – это научное обоснование состояния успеха. То есть ученые уже исследовали, что такое успех. Или кого ждет удача, как вы думаете? Что стоит за успехом? Ну, видимо, цель, упорство, труд, творчество, я не знаю. Походу, нет. Нет, не совсем так. Везение? Самое интересное, что это не везение, а это гибкость. Гибкость сознания и ума. Что такое серендипность? Когда мы способны в быстро меняющемся мире, ну, во-первых, как я уже сказала, не идти по накатанной, когда я иду в танки, в каски, да, не вижу ничего, что происходит вокруг. А гибкость – это когда у меня восприятие и зрение 360 градусов, когда я славливаю все, что происходит, и не просто славливаю, способен впустить это в свою жизнь. Получается, в принципе, это получается способность приспосабливаться. Да, если по-простому, то так. Да, и все, что приходит, использовать для собственного блага. Это и есть успех. А как же вот эта песня? Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Наоборот, да? Наоборот. А теперь перефразируем эту песню и перемемся наоборот. Да, потому что, правда, многие теории успеха, постулаты, которые раньше работали, сейчас перестают работать. Время меняется, и даже здесь нужно успевать адаптироваться. Да, сейчас даже мир стал более меркантильный, поэтому нужно приспосабливаться. О, да, у меня, кстати, вопрос по поводу 25-го еще года. Ну, например, моя нумеролог говорила, что он будет про духовность. А если там сначала идет карма, карма нас мощно так проштормила, поставила, грубо говоря, каждого на место, и дальше уже 25-й год будет про духовность. Это правильно? Ну, на самом деле, у нас уже давно, ну, как бы в пространстве, как говорят, да, эпоха Водолея, то есть мы давно движемся в направлении духовности, на самом деле, с каждым годом мы все больше и больше туда углубляемся, абсолютно верно. Но здесь, если возвращаться к матричному мышлению, важно не улететь в другую крайность. То есть матричное мышление, когда мы способны не только правое и левое полушария соединить, да, а духовное и материальное, а мужское и женское. То есть наша задача с вами выходить из дуальности постепенно. Что такое выходить из дуальности? Не жить в идеологии, что я обладаю этими качествами, другой обладает противоположными качествами. Да, и мы дополняем. Нет, наша задача стремится, на самом деле, раскрыть это в себе. А можно теперь самые такие простые вопросы, ну, которые, на самом деле, интересуют всех женщин? В чем встречать Новый год? Какой цвет именно выбирать? Потому что я сейчас слышу, красные прям вот, типа, нет. Тренды, да? Нет, наоборот, отказываемся от красных платьев. Какой декор лучше выбирать домой? Там, не знаю, те же самые шарики, илочные украшения и так далее. Какой цвет лучше всего для того, чтобы как-то вот помочь себе, ладно, уж не притянуть удачу, но чуть-чуть помочь пространству? Ну, на самом деле, возможно, я сейчас, опять же, разрушу шаблон, да, в чем встречать, как встречать. На самом деле, обусловленности, это, опять же, та же самая привычная протоптанная дорожка. Только что вы говорили. Да, что нам нужен определенный цвет, определенный декор. Мы входим в состояние внутренней свободы, да, одна из задач 2025 года. То есть, чем больше мы позволим себе этой свободы, тем больше мы уже начнем менять наши нейронные связи. И здесь, наверное, моя бы рекомендация была максимально нестандартно как-то провести год. То есть, Новый год, то есть уже заложить вот эти новые, да, связи нейронные. Я готов, да, я готов. Я готов, да. Показать этому году. Возможно, что-то, что вам не присуще или непривычно. Ох, ну, да. Да, может быть, какая-то одежда или стиль, который вы никогда в жизни не использовали. И чем максимально вы выйдете за стандарты, тем больше вы будете соответствовать тем задачам, которые требуют. Мне очень сложно. Я просто в костюме таракана уже была. В чем я только не была. А что теперь делать? А в чем страшнее всего? Страшнее всего? Ну, голый. Нет, родственники не поймут. Это очень страшно, да, Кольская Даша? Вот тут, конечно, я выйду за все рамки дозволенного. Родственникам просто покажу это видео, скажу, ну, так, стоп, стоп, без паники. Я не старенький. Ой, блин, спасибо вам большое. На самом деле, просто у меня сейчас такие были привязки. У меня красные елочные шары с прошлого года остались. Я не хочу их менять даже с другой. Это деньги стоит. А мы меняем в течение пяти лет. Да, а тут говорят, типа, красный не надо. А он про агрессию. В этот Новый год якобы не надо вообще не красный. Наоборот, возьму и все красное сделаю. Что это за... На самом деле, смотрите, здесь еще такая очень тонкая грань. У каждого из нас свой путь. Ну, немножко такая отдаленная метафора, но мне кажется, она такая глубинная. И многие вещи для многих прояснит. Вот представьте, если взять организм, да, как систему. И, как я уже говорила, нам нужно учиться мыслить матрично. Нам нужно учиться видеть системы и себя внутри системы. Вот взять, если систему, ну, например, организм человека. Мы состоим из определенных органов, клеточек. И у каждого органа, чтобы он мог выполнить свою задачу, реализовать свою миссию в системе, свой путь. То есть не может орган, допустим, печень повторить путь сердца. То есть клеточки разные. И поэтому давать какие-то общие рекомендации мы не можем. То есть что такое, на самом деле, внутренняя свобода, когда я чувствую и понимаю, что правильно именно для меня. Все, мы поняли. На самом деле, у нас ограниченное время. Но вы, на самом деле, развеялись сейчас все вот эти вот инстаграмовские мифы. И приходите к нам еще, может быть, еще перед Новым годом, может быть, после. Больше рекомендаций дадите. Спасибо вам большое, что были с нами. Ну, а мы, да. Ну, на самом деле, если когда Слайдин говорит про органы, то мы остановились. Давайте рекламу пока посмотрим на телеканале Алматы. Ну, да. Продолжение следует... 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 с крупногабаритными вещами из дома. По статистике жилищного фонда, наибольшее количество жилых домов приходится на Алматы – 164 тысячи. Для всех жителей многоэтажных домов был принят единый закон о правилах в 1997 году, который действует и по сей день. Что касается благоустройства, там тоже в эти же правила входят, чтобы не мусорили. И в спортивной площадке, то мы стараемся там, чтобы жители не вешали ковры, одеяло и так далее, потому что снаряды же предназначены для занятия. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларки, мини-рынки, павильоны, литий кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок. Обрезку деревьев можно делать без разрешения, которое мы брали раньше в городском окемате, в отделе экологии. Но если стоит вопрос о сносе дерева, то надо брать разрешение, как и раньше. Также во дворе запрещается мусорить, шуметь ночью, курить в подъезде и, конечно же, играть томофоном. Так как в жилых домах много детей, надо быть предельно внимательным при выезде и заезде во двор. В случае нарушения этих правил вы должны об этом сообщить правоохранительные органы. Ох, ты же, ё-моё, сегодня к нам пришла, да. А ты, ты, ты хотел, да, сказать? Неревятная семья чемпионов. Золотые и серебряные призеры чемпионата мира по джиу-джитсу. Адия Аспанова, Амила Азамат-Кзы, Асия Азамат-Кзы. Дальше. Амир Аспанов, Аргын Ардакулы и Ардак Аспанов, самый старший в Пападной семье. Вот они, наши чемпионы. Проходите к нам. We are the champions, my friends. Пам, пам, пам. Здравствуйте, красавица, красавица. Очень вкусно. Нужно медали брать, медали. Ух, прям, можете медали свои показывать. Мы должны непременно выучить эту песню, да, Квейн, да, Рэйди Мэкури. Обязательно, конечно, конечно. А песня знаменитая, песня про чемпионов. Почему пригласили вас? Потому что вы чемпионы. А еще, потому что у вас одинаковые фамилии. Так, рассказывайте, здесь две семьи, да? Да, да. Здрасте. Кто братья? Ну-ка, поднимите Азамат-Кзы все. Азамат-Кзы и Азаматулы, да? А, вот две девочки, да? А, вот они. Три сестры. Теперь три сестры. Три сестры, получается. Так, Адия. Адия это где? Адия это Оспанова. Амила. Вот она, та самая Азамат-Кзы. Асия Азамат-Кзы, вот она. Амир Аспанов. Так и знала. Аргын Ардакулы. Ага, и Ардакул Спанов. Это папа, получается. А, вот он, тот самый нашли. Мы нашли папу среди всех этих фамилий. Кто вас заставил? Именно Аспановы. Где Аспановы? Все Аспановы. Все Аспановы? А что вы так поделились? Давайте представимся. Меня зовут Ардакул Спанов. Мы семья Аспановы. Нас большая семья. Нас дома четыре брата. У старшего брата четверо. У второго брата шестеро. У меня четверо. И есть родной братишка, который сейчас студент. А, теперь до меня дошло. А, то есть все равно все родные? Да. Просто получается, дети братьев, да, получается? Да. У меня, получается, четыре сына. У старшего брата пять дочерей. И сын недавно родился. О, какая у вас большая семья. Браво! Во-первых, ну это круто. Спасибо за то, что пополняете демографическую. Она у нас становится все лучше. Я тоже вон стараюсь. Рожаю, рожаю. Скажите, пожалуйста, вы детей заставляете вот с раннего возраста? Или они как-то друг на друга смотрят и начинают джи-джитоваться? Ну, хотелось бы поблагодарить отдельных тренеров, клуб, родителей. Почему? Потому что дети, когда приходят туда, они чувствуют себя как дома. Напряжение такого. Был определенный период, когда они привыкали к залу. Это вот в самом начале, да, у каждого? Да. Они игрались, больше проводили время в игре. Ну да, дети же, правильно. Потом мы смотрели на их уникальные какие-то качества. Ведь каждый ребенок сам по себе уникален. Вот у нас он там на экране даже видно. И мы пытались потом развивать эти уникальные качества. Ну, отдельная благодарность. Ну, конечно, это все старший брат и тренер. Ага. Ага. А так, получается, что я правильно понимаю вас, что все-таки зачинателем вот в этом виде спорта были вы или ваш старший брат? Или никто не занимался до детей джи-джитсу? Старший брат, потом я. Вы занимаетесь джи-джитсу, да? Да, мы занимаемся, мы популяризируем. Есть АИГа. Мы также проводим чемпионаты, отборы. Мы в этом году провели четыре... Ну, проводим отборы, где участвуют самые топовые спортсмены мира. Мы были в Турции, в Бразилии, в Америке, в Калифорнии. Вот недавно приехали оттуда. Сейчас у нас в Астане будет отбор. Самые топовые грэпплеры мира участвуют у нас. Главный призовой фонд в миллион долларов. Ух ты! Вау! Сильно. То есть, например, наши страницы лайкают, комментят Дана Уайт, Тони Фергюсон, Альджимент Стерлинг. Это все мы транслируемся на Флоспорт. Флоспорт – это номер один онлайн-платформа по пей-первью-трансляции. То есть мы вот подход вот так. То есть мы в этой теме, но и в то же время... Вот. И дети... Да, очень круто. А можно такой немножечко неспортивный вопрос, но мне интересно. Есть микрофоны, да? Можно передавать деткам по очереди, наверное, с самой старшей. Самой старшей, да. Вот миллион долларов вы выиграли, да? Нет, нет, это турнир отдельный, которым мы занимаемся. Мы были, получается, в Абу-Даби. В Абу-Даби. Нет, миллион долларов же есть такой? Это для взрослых, для профессионалов. Нет, ну вот она... Вот пусть они помечтают. Она хочет спросить вопрос, то, что может быть, да. Да, давайте, можете передавать. А, у вас есть, да? Ага. Что на миллион долларов вы бы взяли? Давайте помечтать. Не знаю, ну, я бы, наверное, часть отдала родителям, а остальное для себя. А остальное для себя, да? Половинку ровно для себя? Да. Ну, часть сколько? Сколько там? Пять пациентов родителям и 95 себе. Мы уже поняли, 50 на 50. Так, теперь ты рассказывай. А ты все отказал. Миллион долларов, вот ты выиграла, да? Однозначно это случится. Поделю половинку родителям, а половинку себе оставлю. Хорошо. А на эту половинку ты что будешь делать? Что бы купила? Что купила? Прямо вот что больше всего сейчас хочется купить? Можно же потом еще и откладывать. И положить на депозицию, скажи. Точно, да. Вот первое, что бы сейчас хотелось приобрести? Одежда. Одежда? Да. Машина, там, дом. А есть какие-нибудь вот персонажи, вот, чтобы вот одежда была в этих персонажах, любимый персонаж? Куроми. Какой-то мужчин. Куроми, я знала Куроми, меня дочь обожает Куроми. Так, дальше, передавайте дальше микрофон. Миллион долларов, что с ними делать будем? Я буду на семье помогать, и я буду заказывать дом. Да, молодец. Мужчина. Дай пять. Как это по-мужски? Вот даже... Будет это примерно тысячи долларов я потратил на дом. А вот остальные деньги я буду по всему миру ходить. Это что, председатель? Путешествовать. Какой-то умничка. А дом, смотри, семье оставит половину, потом дом построят. Ну, за тысячу долларов, правда, мы дом не можем построить. Я тебя расстрою. Но за те деньги, если миллион долларов будет, и дальше путешествовать по миру. Идеально, идеально. Дальше. Передавайте. Миллион долларов. Вот ты выиграл миллион долларов. Что с ними делать будем? Я говорю, ты сын про миллион долларов, Алсу. Нет, не естественно. Он бар гениал. О, ламборгини. Нет, там еще останется. Там еще останется. Остальное что? Остальное куда? Замок. Замок и ламборгини. Какие у вас красивые, вкусные мечты дети, я вам скажу. И еще дальше. А мы с девочкой, да? Их есть. Завершим, завершим мечтание. А вот еще у нас осталась девочка одна еще. Я бы половину дала родителям, потом... Ну что, что? Я заметила, мужчины мечтают по-громкому так. Ты пока думай. Мы сейчас уйдем на рекламу и сразу вернемся. У тебя есть время, есть уже ответ, путешествовать. Ай, как я с тобой согласна. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим дальше уже про ваши профессиональные достижения поговорим. Реклама на телеканале Алматы. Да, ребят, скажите, пожалуйста, по поводу... Я вижу у вас медали. Что это за медали? Когда вы получили медаль? Когда была получена первая медаль? Вот, например, твоя первая. Ты самая старшая. Моя первая медаль, это было третье место. На первых соревнованиях. Это какое, городское соревнование или республиканское? Городское. Городское. Далее, а вот сейчас, вот с медали, с которой ты пришла. А она откуда? Это Абудаби. Это в Абудаби, вот вы в этом году были там, да? И это, вот она как будто бы на золото, да, похоже? Как будто бы это первое место. Да. Так скромно рассказывает, сначала с третьего места начинает. А вообще вот в Абудаби как проходили соревнования? Много ли стран участвовало? Да. Много ли детей? Была Бразилия, Филиппины, ну, арабы. Арабы, да. Казахстан тоже было много. Это детские соревнования или были общие соревнования, просто в рамках все детские были? Это один из самых престижных турниров, ежегодный. Который проводится раз в год. Это не детские, это вообще общие? Да, все пытаются попасть. Есть определенные категории. Вначале первые два дня были дети, потом подростки, потом взрослые, потом профессионалы. Было более 120 стран. Участников? Это проходило, ну, долго. Получается, первые два дня были взрослые, а дети, потом дети постарше. И по отборочной, отборочной были, да, потом? Нет, то есть по категории. Вначале дети выступили, потом и так далее, по нарастающей. А, Мила, рассказывай про свою медаль. Это серебряная медаль какая-то, золотая? Серебряная. Когда? Ее тоже там же в Абу-Даби-то получило. А, третье место заняла. Это первое твое соревнование? Крупное. Нет, не первое. Именно вот крупное, которое прям в Абу-Даби. Так, дальше идем. Синдердя, кончай медаль, Параш. А, да, расскажет, сколько медалей у вас есть? У меня 27. Два побегу, четыре по танцам, а остальное по джиу-джу. А, ты еще занимаешься, кроме этого джиу-джу занимаешься танцами? Да, она занималась. Ой, молодец. Супер. Запорти меня на себе. 20 медалей у тебя, но я смотрю, у тебя золото. Золото ты когда взял? Золото у меня, когда в 2023 году запасивать, тогда у нас уже уже... Микрофон. Микрофон, имя, микрофон, бей, Саша. Тогда я еще один голодный делал, а вот в этом году я в Абу-Даби голодный делал. И в итоге у тебя 20 медалей сейчас. Коминг-грыстните. Я хотел боролся, я, короче, в первых, я с араба боролся. А вот, я русский боролся, но мне... Русский, с дагисанцем боролся, в финале. А, дагисанцем, с дагисанцем, с дагисанцем, да? И ты это сделал. И так, ну, я об этом делал. Очень, да, не знаю, золотой. А, ну, если бы дали золотой коцей получается, в случае. Она по очкам выиграла, но ей очки не давали. А, понятно. А, бывает такое. Да, а так, так. Держило для детей. Вот, но... Я первую соперницу выиграла, а вторую чуть-чуть проиграла. Чуть-чуть, поэтому получилась серебро, да? Серебряная медаль. Да, знаешь. Ну, молодцы, Димаш, точно. Все у тебя впереди. Да. Совсем нужно мириться. Ну, мы бы еще со всеми пообщались, но у нас, к сожалению, ограниченное время. Прямой эфир, да? Я думаю, еще с новыми достижениями вы придете к нам со всей своей большой семьей. Удивили нас, конечно, не то слово. Хотелось бы дополнить. Ага. Вот недавно облетела новость по всему миру, то, что семья Гальвау, их трое, получается, трое стали чемпионами мира. Это была новость такая, анонсом, с одной семьей, получается. Вот, мы, получается, с одной семьей, нас пятеро. А в следующем году к нам прибавится Аяшка, Аделек, это... Семь человек уже будет. Да, и мы, конечно, хотим побить новый рекорд. Все, да, все семеро человек. Мы покупаем тогда еще один диван. Новый диван. И будем ждать вас всех в гости. Ну, а мы прощаемся не только с вами, но и с нашими любимыми телезрителями. До завтра, до вторника. Можете попрощаться вон туда, подкручите. Все, все, все. Можете, машете, можно вставать. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok